Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Почему-то каждый раз, когда я включаю искусственное освещение, у меня лицо кажется супер усталым. Но на самом деле это не так. Я полна жизни и все офигенно. Сегодня у нас с вами кюфта. Есть кюфта Бос Паш. Это просто кюфта. Этого блюда, кстати, ни разу у меня не было на канале. В последнее время прям хочется каких-то супчиков. Здесь вот такие вот две большие фрикадельки. Они с рисом и очень вкусные. Внутри там маленькая алча сушеная. Дальше хлеб. Мягенький домашний хлеб, который мама приготовила прям сегодня. Здесь сок, йогурт, огурчики. Все как полагается. И давайте приступим. Ой. Ой. Как я соскучилась по супчикам. Готовила этот супчик мама. Я ее попросила, чтобы не было лука. Как я обожаю, когда без лука. Не люблю, когда лук прям плавает. Так, по-дурацки. У нас всегда в столовой, в школьной. Когда мы были детьми, я помню, что всегда готовили без лука. Потому что дети капризные. Некоторые не любят лук. Я просто приходила домой и нахваливала маме. Как же вкусно кормят. И вы знаете, у нас типа в школе было два вида меню. Типа для тех, кто не очень богат и не может себе позволить люксовое меню. Перемена. Ребенок идет в столовку. И тебя сажают за один стол. Например, других детей сажают за другой стол. Потому что их родители заплатили больше и заказали другое меню. Меню подороже. И на мой взгляд, это было максимально просто как-то нечестно. И как-то немного обижало. Некоторых детей... Я даже не помню, в какой из групп я была. Но я помню, что очень скоро я просто перестала ходить со всеми в столовку. И просто давали деньги. И я уже сама покупала то, что я хочу. То есть не то, что они дадут. Просто был буфет. И я могла себе купить булку с чаем. Сесть ее съесть. Ну, на мой взгляд, это было не очень правильно. Типа это бюджетники, а это типа люкс питаются. Такое не должно быть. Вот эти комплексы неравенства. Потом дети, которые всю жизнь жили в нищете, говорят о том, что я супер высокооплачиваемая звезда. Понимаете? Чтобы такого не было. Надо, чтобы у детей не было таких комплексов. То, что я хочу, я просто брала с собой. Либо покупала в столовке. И вот кто сам себе покупал что-то в столовке, это были мега крутые чики. Типа я уже взрослая. Мне родители деньги дают. Я сама решаю, что я буду есть. Я не была крутой чикой. Но я, в общем, была очень капризным ребенком в детстве. Поэтому мама решила, что не имеет смысла платить за столовку, когда я, например, в месяц раз шесть ем то, что там дают. Лучше уж сама схожу и выберу. Я помню, как сейчас свой первый поход в магазин. Я настолько стеснялась, боялась, думала, что сейчас все, что сейчас будет. Прям запомнился мне этот день на всю жизнь. Я помню, что я покупала крем для рук. Ласточка или лисичка. Решила сама сгонять в продуктовый магазин. У нас около дома был магазин, назывался «Океан». И там было все. И это был не супермаркет. Там было несколько продавцов, которые обслуживали. Недавно, когда была в Саратове, обнаружила, что этот магазин закрыли. Вообще, было бы очень интересно поехать, пойти на места, где проходило мое детство. Во двор школы, в которой я училась. Я даже здесь, в школе, в которой я училась, до сих пор не была. После того, как закончила школу. Я закончила, сделала так. Еху! Ура! И все учителя, типа, так вытирают слезы. Да вы еще скучать будете по школе! Нифига! Ни разу! Я не скучала. Не знаю, как все остальные. Я рада, что я закончила универ. Я рада, что я закончила школу. Я считаю, что я начала жить, когда я закончила универ и начала работать. Лучшие годы моей жизни. Начались тогда. На работе. Тать сидел там, не знаю, даже 6-7 часов. Пришел домой, отдыхаешь. А со школы, когда возвращались, еще полдня уроки делала. Потом брату с решебника все переписывала. Весь день так. Я только от зубного и сразу села снимать мук-банг. Представляете? Бессовестная я! Он сказал, что ты не сможешь есть, потому что я тебя вколол анестезию. Ну и во влоге вам, кстати, показываю, как он мне колет анестезию. Ну, в общем, он думал, что я не смогу есть. Ты че, не знаешь меня? На самом деле, вот все вокруг всегда говорят, детство это лучшие годы, школьные времена, они запоминаются на всю жизнь. Тыры-пыры, траля-ля-ля. Ничего подобного. Хорошо, когда у тебя там куча подружек. Классный коллектив. У меня просто куриная память, я даже не всех помню. У меня очень короткая память. Я реально много чего не помню. Ну, я так в общем в классе там помню, что у нас была девочка с очень странной фамилией Дуб Настя. Ее звали Настя, а фамилия у нее была Дуб. А поэтому мальчики издевались. Однажды один парень, ну как парень, мальчик. Его звали Денис. Он мне сказал, что я тебе сейчас очки выбью. И мне стало так обидно. Вот после этого я прям не носила очки. У меня прям был депрессняк, наверное, неделю. Из-за того, что какой-то Денис мне сказал, что сейчас выбьет мне очки. Прикиньте, осадок прям на месяц. Я ушла в школу, я не хотела. Никогда не хотела идти в школу. И честно, это был стресс. Вот на самом деле это был стресс. Потому что я себя заставляла идти в школу. Никогда не любила школу. И вот на самом деле, я вам до этого тоже говорила. Сейчас тоже я считаю, что вот до седьмого класса там моя дочка или мой сын отучился в школе. Дальше, если хочет, пусть переходит на онлайн образование. Почему нет? Можно подумать, в школе прям все так пекутся о твоем образовании, чтобы ты прям все так хорошо знал. Лучше нанять репетиторов по тем предметам, где, например, хромает ребенок или по какой сфере хочет пойти. В онлайн школах тоже дают тот же аттестат. сдают такой же единый государственный экзамен. Там ты прям можешь отследить, ребенок делает домашнее задание или нет. Онлайн журнал. Не знаю, надо как-то вперед идти, что ли. Но, опять же, это не значит, что я заставлю ребенка онлайн заниматься. Нет. Если моя дочь мне скажет, что ну не хочу я, не дружу я ни с кем в классе, не хочется мне туда идти. Я скажу окей. Тут и кислинка вкусная. Это прям нечто. Это настолько вкусно. Очень вкусно. Прям дополняет это блюдо. Я стараюсь особо не задевать тарелку, потому что такой звук вас раздражает. Я это знаю. Учитываю. Кстати, моя хорошая рубрика Мукпанг с представителем разной профессии продолжается. Следующий у нас будет мастер по наращиванию ресниц. Ее зовут Сабина. Она работает в этом Two Sisters. Мне салону все очень понравился. Там в основном работают русские девочки. И салон вообще на уровне российских салонов. Прям хороший салон. Ты записываешься, к тебе приходит уведомление. В общем, мне понравился салон. В общем, цен. Я могу всего три салона назвать, которые мне действительно нравятся в Баку, в которые я бы пошла. А так, знаете, там во дворе, например, какой-то небольшой салон. У меня однажды было такое. У меня во дворе есть салон. Там есть аппарат лазерной эпиляции. Я подумала, как круто. Рядом с салоном вывеска с ценами. Что, например, лицо стоит пять монат. Это 200 рублей. Ну, в общем, у нас в Азербайджане лазер стоит очень дешево. Не как в России. В России очень дорого. Ну, в общем, смотрю расценки, захожу и, естественно, не спрашиваю, сколько стоит эта процедура. Ну, там-то написано. Захожу. Делают, значит, мне эту процедуру. Заканчивают. И когда я даю деньги, она поворачивается ко мне и говорит, нет. Цена вообще там 8-10. То есть в два раза больше цена. Я такая, в смысле, там же надпись. И она такая, там акция была. Я подхожу к надписи. Там нету, что акция действует по такое-то число. Мы просто этот плакат забрали убрать. Я такая, ну окей. Заплатила я столько, сколько она хочет. И все. Теперь хоть какие-то там акции. Я уже туда не ногой. У них стекла такие панорамные. вечером, когда иду, смотрю постоянно пустую салон. То есть просто таким поведением теряют у клиента. Представьте, я сделала все тело, ссылаясь на цену, которая указана в брошюре. не совсем брошюра, а плакат. А что тогда делать? Просто сделала вывод и пошла дальше. То есть я стараюсь из таких мелочей не расстраиваться. сейчас на лазер хожу в одно и то же место, которое мне нравится. Недалеко сделают все от души. Довольно я хожу еще там 4 месяца. у меня реально уже на ногах. Тут там один-два волоса. А так, в общем и целом, все чисто и аккуратно. Я покушала. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь. Всех люблю, целую. Кстати, рецепт, совсем забыла, рецепт будет в инфобоксе. До новых встреч!